Выпускников этого года страшилками пугали уже на входе. Впечатляющая охрана должна внушить страх тем, кто отважился захватить с собой на ЕНТ шпаргалку или сотовый телефон. Сегодня они вне закона. Фархад Рахимов за честные тесты, а потому не против строжайшего контроля. В этом году даже прессу в здание не пускали. Сказали, не положено. За спецоперацией под названием «Единое национальное тестирование» родители журналисты могли следить только по телевизору. ЕНТ в этом году отличилась не только закрытостью процесса, но и повышенными мерами предосторожности. На входе детей просили показывать не только содержимое карманов. Доставлять снимать обувь, кажется, это уже предел, весь предел, я думаю. Наши ребята так и так готовились, знают, знания у них есть в школе, преподаватели давали знания, но такие проверки желательно, нежелательно, конечно. Мы не раздеваем, не раздеваем. Если по металлоискателю сейчас если увидели, ну в основном вы, наверное, заметили, это ребята из военной школы, да, у них такие вот ботинки, они вот, видимо, так вот в этот, как его, ботинки свои, а так никто никого не раздевает, в основном ремни не расстегают, потому что ремни там все-таки, эти бляшки, они тоже дают реакцию на металлоискателя, поэтому, а так я тоже смотрю, права вроде бы никого не нарушены детей. Ученикам советовали уповать только на свои знания. Строгая проверка уже на входе помогла найти больше десятка мобильных телефонов и шпаргалок. В этом году во всех аудиториях установили заглушки, они полностью блокируют сигналы телефонов. На выполнение тестовых заданий одиннадцатиклассникам дали три с половиной часа, а это 125 вопросов по пяти предметам. Ужесточение заставляет задуматься многих учеников, идти или не идти. В этом году у них есть два выбора, они могут поступить в колледжи, могут получить рабочую профессию. А уже сегодня с утра, чтобы отстоять свою правоту, родители и ученики штурмуют пункты апелляционной комиссии. Подать заявление в апелляционную комиссию выпускники могли в день тестирования. А Дине Нанходжаевой не хватает двух баллов на получение Алтенбельга. Досадное недоразумение случилось по техническим ошибкам, уверена выпускница. Сверила с кодами ответов, и у меня выходит, что после того, что осталось 21 балл правильно. А без ответов, которые дали, там у меня 20 баллов правильно. И получается, один балл у меня не засчитали. В городском отделе образования сообщили на сегодня среднепроходной балл шемкенских выпускников 80 баллов. Есть ученик, который набрал 123. Рекорд побили школьные ученики в городе Шардара. Там почти все ученики набрали по 120 и 125 баллов.